Привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у нас будет интервью. Интервью с интересным человеком, моим другом с Востока, скажем так. У него вообще очень бурная история. Он жил в Украине, в Харькове женился, у него семья, двое детей. Сам он из Иордании и прожил во многих странах, в том числе и в Катаре, самая богатая страна в мире. У меня на канале есть стрим, прямая трансляция, где он отвечал на очень много вопросов, которые вы ему задавали. Ну а сегодня он прямо здесь ответит на те вопросы, которые еще остались. Итак, дамы и господа, Абу Резек Ферас, мой друг из Катара, прямо в Аланье. Как бы ты себя представил незнакомым людям? Я представляю себя два в одном. Два человека в одном. И араб, и русский. Славян, и араб. Родился в Украине, а вырос в арабских странах. Понимая арабского мотивлитета, так же и понимаю нашего славоянского. Разговариваю, естественно, на арабском как родной язык, а на русском как-то с ошибками. Но больше их понимаю и сочувствую славянов больше, чем сочувствую иногда самих арабов. Хотя большее время жизни я провел среди арабов. То есть два в одном. Ты больше араб или европеец? Вот как раз, я же об этом и говорю. Два в одном, значит, 50 на 50. Но, скажу, может быть, ближе к славянской национальности. То есть это может быть 51% славянской и 49% арабов. Где ты учился? Ярдания, королевство Ярдания. Закончил школу до 12 класса. Сдавал, ну, у нас называется, ну, как по Украине это ЗНО. Сдавал экзамены и уехал учиться в Харькове. В первый раз это было в 95 году. Не зная языка русского, несмотря на то, что мама русская, харьковчанка. Ну, изучал русского языка в Харькове в 95-м по 96-м. И вернулся опять же туда, в Ярдание. Всего лишь с начала года прожил. Вернулся в Ярдание, работал музыкантом. Но за этот год я успел полюбить, сильно полюбить Украину. Природа, зелень, красота, люди, доброта. Да, ну, через три года я смог самостоятельно заработать первые деньги. Вернуться в Украину в 99-м году, чтобы учиться. Хотел стать профессиональным музыкантом. Но в то время, опять же, из-за финансовых недостаток, я не смог дальше продолжать учиться. Но я успел за этот промежуток времени, я успел познакомиться с супругой, тоже с Харькова. Познакомились, начались встречаться, и через год мы уехали в Ярданию. Твоя любимая украинская песня? Ты ж меня не подвела, ты ж меня не подвела. Много, конечно, украинских песней любых. Твоя любимая арабская песня? О, вот насчет этого, я же сказал, что я был музыкантом, а я играл на клавишах. Играл чисто традиционное арабское. Это вам непонятно, конечно. Даже когда я сыграл, когда-то в свое время, когда я дома играл перед женой, ей очень не понравилось. Это такие нюансы в этой арабской музыке. Это в 50-х годах, это в 60-х годах. Ну, это интересно тем, то поколение, наверное, в те времена. Ну, очень много арабских песней, которые мне нравятся, очень много. Даже не могу именно, не могу подбирать такую одну именно. Сосчитай до 10 на арабском. Если ты имеешь в виду сравнение между Украиной и Ирданей, где я живал, то работать лучше было в Ирдане. А жить всегда лучше было в Украине. Пять слов, которыми ты охарактеризовал Турцию. Ну, для меня лично это на первом месте я бы сказал слово компромисс. Это означает для меня, что это страна, которая объединяет оба, как двух менталитетов. Славянский и арабский, восточный, одновременно. Второе, это доброжелательность. Наверное, то, что здесь турки реально, они очень доброжелательные люди. И с ним очень легко находить, можно находить общий язык. Очень легко они идут на общение. Третье, поскольку у меня двое детей, я бы сюда с удовольствием их привозил. Это менталитет турков по поводу воспитания детей и отношений к детям. И, кстати, может, четвертое слово скажу в образовании. Здесь мне тоже очень подходит, потому что она тоже компромиссное образование. То есть, это найдет между европейское образование и арабское, восточное. Вот тоже это очень интересно. В принципе, пятый, климат. Климат, который как раз мне подходит. Он подходит многим, я уверен. Он и не холодный, и не теплый, вернее, не жаркий, поскольку я жил даже немало время в Арабского залива. Страны Арабского залива, как Катары, Эмираты. И жил, естественно, в Украине, где холоды и морозы. То это тоже климат мне, вот, в пятое слово скажу. Интересует ли арабов недвижимость в Турции? Я думаю, да, даже очень сильно интересует. Вот я жил в Ирдане, и у меня очень-то много друзей, естественно, родственников. Постоянно с ними на связи. Вот недавно мне один близкий такой человек, мне говорил, что опубликована даже в Ирдане статистика о том, что около 150 тысяч семьи уже переехали в Турцию. Поскольку я жил в Катар, в Эмиратах тоже там несколько раз был, и мне там и в Марокко есть знакомых, и в Египте, в Ирдане, естественно, и в Ливане есть. То это страна, которая, она подходит всем арабам абсолютно. По климату она подходит, по менталитету. Это самое главное, что арабы здесь чувствуют себя, как на родине. Несмотря на то, что они не знают турецкого языка, но они реально себя чувствуют здесь на своем родине. Я, кстати, сегодня утром, когда искал автобус, куда мне нужно было ехать, в Анталии, обратился к двумя девушками, они оказались арабами. Здесь они живут, довольны, пообщался с ними. Они из Сирии как раз. Одна Сирия, вторая Сирака как раз. Я думаю, арабы очень заинтересованы переехать сюда, заинтересованы покупать здесь недвижимость. Это однозначно, потому что абсолютно все условия, которые нужны для арабов, они существуют здесь, именно в Турции. Как ты нашел здесь квартиру? О, обратился к человеку по имени Назар. Звонил ему я с Катара. Я, Назар, привет, мне нужна квартира на несколько дней. И мне реально понравилось, очень понравилось. Такой пейзаж, такая балкона красивая. С видом на горы и на море. Бананная плантация везде красивая. Спасибо тебе. Какой город Турции ты бы выбрал для жизни? Я в том году приехал в Анталию на две недели. Я походил везде, в принципе. Я даже обратился к агентству по недвижимости тогда, чтобы посмотреть, какие тут квартиры, какие варианты, какие лучшие районы и так далее. Но в этот раз, когда ты мне уговорил приехать именно в Анталию посмотреть, то у меня уже потерялся. И здесь хорошо, и там красиво. Уже тяжело, уже тяжело выбирать, где лучше. Но я бы сказал, все-таки Анталия на первом месте. Чисто для себя. Потому что все равно это большой город. Там больше, как называется, возможностей. Какие города Турции выбирают арабы? Ну, арабы, я бы сказал, знаешь как, вот арабы не слушают, знаешь, сарафанное радио. Вот кто-то запустил рекламу о том, что лучше всегда в Турции, если жить в Турции, то это Стамбул или Борса. То все арабы так и думают, да вот Стамбул, Борса. Я считаю, что нужно наоборот. Вот им показать другие города, как Анталия, Аллани, Кемер. Пусть они посмотрят, они просто не знают про наши, про турецкие такие красивейшие города. Чувствуешь ли ты себя здесь чужестранцем? Нет, абсолютно. Никогда. Я чувствую себя очень комфортно здесь. И кажется, что я даже со временем выучил языка турецкого, и меня не будут отличать. Внешность тут не имеет никакого значения, в отличие от других странах, где я побывал. В Украину, естественно, меня приняли как иностранца. Страны Арабского залива поняли, что я не бедуин, который должен быть какой-то сильно черный, или усатый, или с бородой. Приняли меня как араба, но понятно, что арабы с другой стороны. Здесь я чувствую себя комфортно абсолютно. Даже люди путают, кто я такой. Некоторые, несколько, ну, бывают, были случаи, что и на арабском там с кем-то разговаривал, с другими на русском. Ну, кстати, на русском прошлое, мне кажется, здесь в Турции общаться, чем на арабском. Твое любимое турецкое блюдо? Вот все, что связано с мясом. Вот это мне очень нравится. От шавурмы, кебаб, это все, мне это все устраивает, все очень нравится. И вчерашний суп чечевичный. Сколько нужно денег для жизни в Турции? Ну, тяжелый вопрос, конечно. Хотелось бы жить очень красиво, иметь свою яхту, и мерседес, и четыре жены, четыре квартиры, и где-то пригородный дом. Ну, я бы сказал, что скромненько, скромненько, ну, не скромненько, в среднем можно жить красиво, себя ни в чем не лишать. Это, думаю, тысячи долларов на семью с двумя детьми, это достаточно. Ты перевез бы сюда свою семью? Я об этом думаю уже целый год. Я с того времени, как приехал сюда в первый раз, в том году, как раз в декабре был, и с того момента мне не улетела мысль, как сюда перевезти свою семью, конечно, обязательно. Я уже даже ходил в русских школах, поскольку мои дети русскоязычные, узнавал, что, как, где и находится школа, и ходил в государственные турецкие школы, узнавал, квартиры искал, разные варианты. Конечно, об этом думаю, обязательно я приеду. Я уже, в принципе, первый шаг считаю, что я уже сделал. Что ты посоветуешь другу, который хочет приехать в Турцию? Ну, всем уже звонил, всем писал, видел, высылал, уже вчера и позавчера, поскольку находился здесь постоянно, там, маленькие такие ролики снимал и показывал, как здесь природа, и красота, и море. В принципе, я им просто сказал, не додумайтесь, просто приезжайте, и все. Что ты пожелаешь моим друзьям, зрителям? Желаю и твоим зрителям, и всем вообще людям на свете жить счастливо и красиво, самое главное. Счастливо и красиво, и ближе к природе. Попрощайся на арабском языке. Желаю вам всем добра, счастья и радости в семье, и главное, жить в комфортной для вас стране. Спасибо, что досмотрел это видео, и я благодарен тебе и Ферасу за то, что нашел время и ответил на ваши вопросы. Есть каталог недвижимости у меня, напоминаю. Если интересует, заходите, смотрите. Вся информация в описании к этому видео. Ставьте лайки или дизлайки, надеюсь, что дизлайки будет поменьше, и расшаривать это видео среди своих друзей. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видосах. Ну и до встречи. Дин дон дэйм, ассаляма, гейдор, гили гили, ну и наконец, просто чао, друзья. Пока.